Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на Чемоданах. Меня зовут Славян. Под мой инстаграм подписывайтесь. И в этом выпуске я хочу вас пригласить на трассу Таврида. Да-да, мы заехали в Крым, и я хочу вам показать эту дорогу от Керчи, от Крымского моста, до запада Крыма. Погнали смотреть! Ну что, смотрите, мы попадаем уже прям на землю Крымского полуострова. Все, видите, вот она, шикс. И все как бы, вот так вот мы вместе с вами сейчас попали на полуостров Крым. Все, и вот она, ребята, Керчь. Отсюда начинается Таврида, которая идет до Севастополя, Симферополя. Скоростная дорога. А чтобы попасть в Керчь, нужно сделать крюк порядка где-то 20 километров, потому что здесь вот съездов нету. Нужно именно ехать дальше и потом уже съезжать. Не совсем, конечно, удобно. Если бы здесь была бы какая-то развязка, было бы, конечно, классно. Вот смотрите, для тех, кто будет выезжать уже из Крыма, да, здесь вот есть такой же пункт досмотра, осмотра, пересмотра машин, пассажиров. Вот, поэтому выборочно здесь могут вас загнать. Вот так же пост ДПС ГИБДД. Его надо прокатывать на маленькой скорости, как обычно. И все. И дальше мы едем. Так, ребята, вот смотрите, открыли комплекс прям, получается, на Тавриде. Это сразу за съездом на Керчь. Вот она заправка от Анна, которой я рекомендую вам заправляться. Значит, здесь по ценам дизель 53.31, 92.49, 95.53.27. В комментариях можете поделиться своим мнением, как вам цены. Здесь достаточно большие комплексы, что с одной стороны, что со второй стороны. Его, конечно же, еще достраивают, но в целом уже заправиться можно. И это очень здорово, потому что, когда мы в 2020 году путешествовали, заправок на Тавриде вообще не было. Потому что, чтобы заправиться, приходилось съезжать с трассы и искать заправки. Слева, справа есть вот такие также комплексы, где можно просто остановиться, покушать, перекусить. Такие парковки, как знаете, типа на М4 карманы. Итак, смотрите. Феодосия 85, Белогорск 142, Симферополь 179. Отличная трасса. Идем 110, машина стоит на круизе. Очень удобно и хорошо. Заправочку я вам показал. Будут ли дальше заправки, не знаю, но, по крайней мере, есть одна заправка. Это уже хорошо. Да, чуть дороже, конечно, топливо стоит, чем на материке. Поэтому ездите с материка, в конце заправились перед Крымом и все, и поехали довольные. По сути, здесь такая вот и будет сейчас природа. Слева поля сопки, справа поля сопки. Знаки, камеры, все уже есть. В том году не было ни знаков, ни камер. Поэтому можно было, как говорится, ездить кто как хочет. Кто как желает, так сказать. А сейчас все. Сейчас уже здесь так ужесточили. Мосты все доделали. Есть автобусные остановки. Ребята, коль вы смотрите этот выпуск, значит, наверняка вы поедете в Крым. Так вот, мы пропутешествовали по Крыму прилично. Прилично изучили его вдоль и поперек и написали свой авторский гайд. Цена нашего гайда всего лишь 490 рублей. Приобрести его очень просто. Можно написать либо мне в Instagram в Директ, либо Настеньке. Изучите его и пропутешествуйте Крым с легкостью и налегке. Он подойдет для тех, кто будет останавливаться в каких-то отелях, гостишках. Ну и, конечно же, для тех, кто выберет пропутешествовать Крым с палаткой. Там вообще лайфхаки, рекомендации, маршруты, контакты жилья, достопримечательности, советы. В общем, все. В этой книге почти 100 страниц. Приобретайте, изучайте, путешествуйте по Крыму с удовольствием. Вот, значит, смотрите, висел указатель 800 метров до зоны отдыха. За 2 часа покажу, как это все выглядит. Ну, примерно, вот говорю, как на М4. То есть, вот он, смотрите, карман. Можно на грузовой машине, можно на легковой. Есть, значит, туалеты. Вот они, сенькие биотуалеты. Есть мусорочки. И, в принципе, вот места вообще всем хватит. Есть также лавочки. Единственное, конечно, ребят, если останавливайтесь, не мусорьте, выбирайте за собой мусор. Тем более, увозить его не нужно. А там стоят специальные контейнеры, куда все это дело выбирается. Дальше есть также развороты на Тавлиде. Вот видите, это в ту сторону. А недавно проезжали мы как бы в нашу сторону. Если, допустим, вам надо в Керчь. И туда, например, съехали. Вот, Новониколаевка направо. Феодосия, Симферополь. Двигаемся дальше прямо. Мы сейчас, получается, двигаемся вместе с вами по Керченскому полуострову. И здесь вот такая вот природа. Видите, степи, степи. И даже посмотреть особо как бы не на что. Но дальше будет очень интересные места на Тавриде. Поэтому не переключайте. Буквально чуть попозже я вам все буду показывать. И посмотрите. Вдалеке видны горы. Вот указатели на Уварово 4 километра. Вдалеке прям класс. Это вот там как раз начинается Крымский серпантин. Там же судак. Новый свет. Вау. Гляньте, какая красота. Как ты бель. Да, я из-за того, что очень сильно жарко. Над ними такой непонятный... Как будто бы туман стоит, и они такое как видны. Я надеюсь, что камера сейчас передает этот потрясающий вид. Вот эта развязка, видите, Джанкой, значит, направо. И Феодосия. Вот там направо уходите и сразу поворачивайте налево на Феодосию. Белогорск, Симферополь прямо. Ну, вот мы, соответственно, едем с вами прямо. Обычный вот этот по традиции мост для пешеходов и остановочка. Так, здесь, смотрите, по, значит, километражу Белогорск, 65, Симферополь, 120, Джанкой, 120, Феодосия, 7. Вот такая развязка на Тавриде. Безумно хорошая трасса, прям едешь, получаешь комфорт. Единственное, что минус, говорю, нет заправок. Первую заправку открыли в начале, я вам ее показал, и пока ничего. Вот, смотрите, подъезжаем, значит, к такой парковке, где можно также сделать пикник. Я вам уже показывал такую стояночку. Туалеты, мусорка, отдых, все здесь есть. А самое главное, посмотрите, если вы здесь остановитесь на пикничок, посмотрите, с каким прекраснейшим видом вы проведете время и продолжите свой путь. Какой кайф, а? Смотрите, как мы уже выровнялись с горами. Едем, они уже не впереди нас, а по левую руку, как бы да, горы остаются с той стороны. А вся трасса, она уходит, видите, туда прямо, как бы в степь. Кига, Чуркуксу, водопад, Чанцу, Чуркуксу, Кига. Вот такие вот интересные названия, старинные. Вот они, развороты, про которые я говорил. Видите, машина разворачивается и получается развороться с полосой разгона, то есть не мешает потоку. Ну что, ребята, с сих пор получается дорога такая монотонная. Ну, говорю, кто ездил по М4, тому будет понятно, что это за трасса. Подъезжаем еще к одной развязке. Сейчас вам скажу, что, куда отворачивает. Значит, Курская налево, Льговская направо. Белогорск, Симферополь по-прежнему у нас прямо. Это река Мокрый Индол. Виндол, как правильно, не знаю. Белогорск, Белогорск, 30 километров осталось. Остальное ничего не видел. Солнце так слепит на закате. Крымское солнце очень яркое. А здесь какие виды? Ах, и сопка все закрыла. Так, ребята, смотрите, вот еще очередной разворот. Вот это, если, допустим, вам все-таки нужно Феодосию, там вот можно развернуться, да. А справа появились горы. Это мы как раз подъезжаем к Белогорску. И скоро увидите одну самую крутую, одну из самых крутых локаций, достопримечательностей в Крыму. Сейчас чуть позже покажу. Смотрите, мы находимся сейчас на таком халфолмике. И отсюда открывается. Ну, по мне, это классный вид. Тем более, впереди, по правую руку. Я думаю, вам это тоже сейчас будет видно. Так. Да, но пока непонятно, но сейчас поближе все будет видно вам. Вот же она справа, ребята, Белая скала. Белая скала. Вот такая вот, ребята, Белая скала. Чтобы на нее попасть, вам нужно просто повернуть на Белогорск и там дальше сориентируйтесь. Можете просто приобрести наш авторский гайд, где мы подробно рассказываем, как на нее проехать. Все, она остается у нас по правую руку, а мы едем с вами дальше по отобрению. А вот это вот, ребята, как раз строится очередная заправка. Наверное, будет Атан какая-нибудь. Вот. И, соответственно, в ближайшее время тоже откроют. После Белой скалы она будет. Так, смотрите, Симферополь 10, Евпатория 87, Севастополь 96. Так, Зуя, что это Зуя? Река Зуя это или Бесилоку это Зуя было? Вот, значит, после Белой скалы опять идет монотонность. И снова вот так вот холмик слева, холмик справа. Пока как бы ничего интересного. Заправок по-прежнему нету, только комплекс, который строится, я вам показал. И, собственно, все. Но зато шикарнейший крымский закат, ребята. Севастополь, а зачем? Блядь, почему? Так, я немножко подзатупил. Нам нужно было как раз вот сюда. Короче, что-то развяз какая-то. Я не понял. Так, ну смотрите, вот прям. Поднимаемся мы на мост. Заслуженный драконополец Бензинской области. Это все... По-прежнему с нами шикарный закат Крыма. Какой вообще он славлютый, серьезный. Да? Во втором втором, четвертом, четвертом, пятом, пятом, пятом. Каждого месяца. Дорова потрясающая. Так, и походу мы с вами заезжаем в Симферополь. И будем его, кстати, обходить по краю и двигаться в сторону аэропорта. Да, вот, смотрите, можете видеть табличка. Симферополь. Смотрите, здесь такая установленная стела. Симферополь, есть еще крест. И вот такой вот перекресток. Здесь, кстати, и реверсивное движение, смотрите, как в крупном городе. Так, ну что, ребят, смотрите, значит, Николаевка прямо, Евпатория прямо, Джанкой направо. И вот она, вторая заправка. Давайте я вам вот так вот покажу. Вот так она выглядит. Вот на ней мы тоже рекомендуем заправляться. Ну, а там и здесь, конечно, побольше. Так, смотрите, здесь мы, значит, поворачиваем на Евпаторию. У нас уже прям темно-темно. Давайте покажу вам вот так вот немножко город, точнее, огоньки. Смотрится в темноте, конечно, все так красиво. А утром просыпаюсь и думаешь, боже, куда я попал. Вот он съездик, вот такой вот. И двигаемся, ребятки, на Евпаторию. Значит, мы почти выехали из Инфрополя. Здесь вот так припаркованы машины по правую руку. Потому что слева, давайте я вам вот так вот покажу, слева аэропорт. Тот самый новый, который единственный. Вот, сейчас мимо него будем проезжать, покажу поближе. Ну, вот, видите, как много здесь машин. И все они ждут, когда приедут их друзья, родственники, знакомые. Они встретят и поедут куда-нибудь отдыхать. В Крыму с шикарным морем и с шикарными пляжами. Мы здесь ездили в том году, здесь также была реконструкция. Она также до сих пор есть. То есть, по сути, ничего не изменилось. Так, почему-то дорога пошла туда. Он нас ведет прямо, видимо, налево. Это была дорога прямо в аэропорт. Так, ну ладно, сейчас посмотрим. Ну, вот, так и в Патуре. Все окей, я уже спокоен. Так, смотрите, здесь, значит, вот такая вот... Вообще непонятная развязка, куда ехать, что и как. Такое ощущение, что ты просто заезжаешь под кирпич. Ни разметки времени. Ничего. Догадайся, мол, сама. Да, сложно ехать в темноте, терпеть не могу вообще. Но нам еще осталось до запада 150 километров. Вот он, ребятки, аэропорт. Очень красивый. Вечером он, да, он тоже смотрится роскошно. Классно. Давайте вот так немножко вам покажу. Вот, такие дела. А тут прям грандиозная стройка, грандиозная развязка строится. Будут дороги в Крыму скоро обалденные. Ну, по крайней мере, самые основные магистрали, да, будут классные. У нас уже 9 вечера, ребята. В принципе, мы Тавриду преодолели. Сейчас начинается дорога на запад. Сейчас будет темно, уже толком ничего не видно. Вот, посмотрите, вот отсюда особенно будет видно аэропорт. Большая надпись «Симферополь». Смотрится он очень великолепно. Вот, вот, вот. В общем, опять такая реконструкция. И давайте я вам вот так вот камеру поставлю. Вы посмотрите. Надеюсь, камера вам передает. Ну, а если не передает, просто приезжайте рядом, прокатитесь. Очень красиво сделали. Этатория 50 километров нам осталась. Что, друзья, на этой нотке я с вами прощаюсь. Показал вам Тавриду, как вам, пишите в описании под этим видео. Надеюсь, передал вам атмосферу и максимально подробно рассказал. Ну, по сути, трасса как трасса. Она пока бесплатная. Надеюсь, такая и будет, а не как платная М4. Все, я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра. В новом видеоролике. Пока.